Не исключено, что у нас с вами первое замечание по процедуре фальстарта. Очень внимательно судьи и комиссары следят за тем, что происходит у нас на гоночной трассе. Генери Матарспорт сохранил лидерство после первого круга. ЦФТ Рейсинг Тим вторые, сквадра третьи, фризанты четвертые. Рейдж Рейсинг поднялись на пятую позицию, Газпромбанк откатился на шестую. Далее Апекс РС, Дэз Пистонс прорвались на восьмую позицию. Мы машины, точка РФ девятая, формула карт Краснодар замкнула первую десятку. УФФ Рейсинг Тим одиннадцатый, формула карт Краснодар РУС на двенадцатой позиции. И богатыри тринадцатые сохранили свою тринадцатую позицию. Но у нас возможно будет пенализация и замечание по процедуре старта. Очень внимательно следят судьи за тем, что происходит. А Дженери Матарспорт пытается создать отрыв сейчас. Сейчас судьи введут нам фамилии пилотов, которые едут в самую первую смену. И мы с удовольствием представим этих героев. Очень разная традиционная стратегия у команд. И некоторые достаточно быстро сквадры уже на второй позиции после второго круга. Очень плотная борьба в середине и в хвосте гоночного пилотона. Ну и богатыри уверенно замыкают гоночный пилотон. Итак, Дженери Матарспорт, Квадро, CFT Racing Team уже третий. Призанта по-прежнему четвертый. Далее Rage Racing, Epic Racing. Газпромбанк потерял еще одну позицию. Они теперь седьмые. Мы машины. Точка. RFF Racing Team. Death Piston теперь замыкают десятку. Бок о бок идут Formula Kart Краснодар и Formula Kart Краснодар-Рус. Вернее, наоборот. Formula Kart Краснодар-Рус идут на одиннадцатой позиции. Formula Kart на двенадцатой. И богатыри тринадцатые. Длинные. Двенадцать часов впереди. И, соответственно, многое, многое еще будет меняться. Квадро показывает самые быстрые сейчас секунды. Одна ноль восемь семьсот пятьдесят четыре тысячи секунды. Квалификации было... У первой семерки было быстрее. Но сейчас только второй круг. И, соответственно, и силы берегут, и не форсируют события. Семь десятых секунды было после третьего круга между первым и вторым местом. И пока эта дистанция не меняется. Есть некоторый намек на борьбу за четвертое место. Но и там все пока достаточно стабильно. Девять часов пятьдесят минут. Стартовал двенадцатичасовой марафон. Половина легендарной лимановской гонки ждет нас с вами. И, как показал опыт первых двух, первая прошла в тяжелейших условиях. Вторая была очень и очень трудная по погоде. Ну и вот сейчас, сейчас, соответственно, третья интереснейшая гонка. Пока идет такая позиционная борьба. Ну и команда сквадра стремительно подтягивается к первому месту. Команда Дженери даже визуально видно, как сокращается интервал между первым и вторым местом. И сквадра, которая выиграла оба этапа супермарафона. Напомню, у нас с вами есть зачет супермарафон. И это наш национальный зачет. Двенадцатичасовая гонка. И три промежуточных финиша. Три промежуточных финиша для четырехчасовых марафонов международного зачета. Содиу вел серии, который стал основным или мамой вот этих соревнований у нас в стране. И с тех пор количество участников только растет. И ширится 20 команд в этом сезоне уже отметили супермарафонов. И если учить, то по 4, 5 и 6 пилотов в каждой из команд, то, соответственно, получается, что количество участников перевалило уже за сотни. Тем более, что на разных этапах разные у нас, разные пилоты участвуют. Одна 08 715 тысячных секунды. Было это на предыдущем круге. Но сейчас Александр Дудрев именно представляет, как за Дженери Моторспорт наступил правой ногой на газ. И вот этот шестой круг у него получился быстрее, чем у остальных. Вячеслав Бенчук из Фризанты почти столько же. 738 тысячных. Одна 08 738 тысячных. У Александра Дудрева из Дженери Моторспорт. И одна 08 759 тысячных. У Вячеслава Бенчука разница в сотни тысячных долях секунды. Ну а в десятых они все едут одинаково. Заволотний едет сейчас за сквадру. Алексей Заволотний пытается, пытается приблизиться к первому месту, которое пока занимает Александр Дудрев из Дженери Моторспорт. Четвертая позиция по-прежнему у ЦФТ. Дали Рейдж, Апекс, Газпром, Деф, Пистонс, ФФ и Формула-Карт. Краснодар-Рус замыкала первую десятку после шестого круга. Но у нас уже седьмой. И всего чуть меньше 0,07 секунды удалось Алексею Заволотниму отыграть у Александра Дударева. Ну что ж, с первого круга, с первого часа началась серьезнейшая борьба, которая растянется у нас сегодня на 12 часов по опыту предыдущих этапов. Эти 12 часов на самом деле пролетят. Особенно быстро пролетят они для тех, кто сейчас проводит свою смену за рулем. И у меня появляются очередные фамилии. Дударев, Заволотни, Бенчук, Рожков, Василий ЦФТ Рейсинг Тим, Дмитрий Соловьев, Рейдж Рейсинг, Олег Фридован, Апекс РС, Андрей Голиков, Газпромбанк. Они сейчас на седьмой позиции. Павел Резябкин, Деф, Пистонс. Восьмая позиция. Вадим Молинов. Девятая позиция. ФФ Рейсинг Тим. Десятку замыкал. Петрос Осипов. Формула карт Краснодар. Рус. На 11 позиции. Ярослав Ковалев. Формула карт Краснодар. И мы машины. РФ Александр Бодаков. Ну и Павел Палкин. На 13 позиции. Команда богатырей. Павел Палкин. Обладатель звания. Поведитель Кубка России по автомобильному ралли. Решил попробовать себя уже не первый раз в кольцевой дисциплине. Но участник и один из призеров Кубка Субаро. Раллийного кубка этого года. Пока с кольцевой ездой справляется чуть хуже, чем у него это получается на раллийных трассах. Очень много своей специфики. И при этом равные автомобили, которые к тому же в ходе гонки будут еще и меняться. В связи с обязательными пидстопами для наших команд. Соответственно практически уравновешивают и снимают техническую разницу для участников. Ну и еще на этом круге Алексей Заболотний отыгрывает у Александра Дударева 0,002 секунды. Всего 0,002 секунды. Конечно это мизерное время, особенно если учесть, что впереди у нас с вами до практически 10 минут гонки. Только первое прошло. 11 часов 49 минут ждет нас еще. Поэтому говорить о тысячных секундах, конечно, где-то даже, наверное, неправильно. И вот сейчас есть попытка атаки. Тот кусочек трассы у Алексея Заболотнего из квадры получается лучше, чем у Александра Дударева. Здесь на подъеме Александр Дударев фиксирует расстояние. Фиксирует интервал между первым и вторым местом. И этот кусок получается лучше у Александра Дударева. Еще один круг позади. И уже первые 10 кругов. Александр Дударев, Алексей Заболотний, Дженнер Метаспорт из квадро. Постоянная дуэль. Вот здесь в точке контроля хронометража электронного 321 тысячные секунды между первым и вторым местом. По-прежнему Фризанта Вячеслав Бенчук на третьей позиции. Фризанта, которая предыдущие свои этапы всю борьбу строила, исходя из результатов международного марафона. Поэтому сейчас они уверенно на 1200 очков получают команду с квадро в международном зачете в Солдиу Веллд Серии. Ну и обратная ситуация на 6 очков в зачете супер марафонов. Команда с квадро опережает команду Фризанта. Вот такая нешуточная борьба. Но на трассе пока Вячеслав Бенчук из Фризанты проигрывает лидеру 1 секунду 665 тысячных. При этом сам достаточно комфортно выигрывает 0,8 секунды у своего преследователя Василия Рожкова из ЦФТ Рейсинг Тим. Есть! На 11 круге Алексей Заволотный вырывается в лидеры. И теперь сквадро возглавляет гоночный заезд. Ну и Александр Дударев на второй позиции. И при этом он не отстает и совершенно спокойно повисает за гоночным автомобилем стартовым номером 4 команды с квадро. Очень плотные результаты. Но вот, к сожалению, на этом этапе нет у нас нескольких команд. И, соответственно, провалятся они и в зачете Sody World Series, и в зачете супермарафонов. 1018 очков дается за победу в 4-часовом марафоне. И максимальное количество... Или 1014. Да, и максимальное количество очков, соответственно, набрала команда Фризанте. Но вот такие солидные суммы очков дают возможность... Дают возможность построить опять борьбу определенным совершенно образом и отыграться и в общем зачете. Еще два этапа супермарафонов ждет нас в этом гоночном сезоне. Небольшая пауза будет сейчас в супермарафонах. При этом гонки... Одиночные гонки. Личный зачет Sody World Series продолжится. И напряженнейшая борьба будет... Будет кипеть здесь, на трассе картодрома Маяк. Оглядывается Александр Заболотный из Сквадра и не зря накатывается на него Алексей... Александр Дударев из Дженери Моторспорт. Но до атаки дело пока не доходит. И очередной, теперь уже 13-й круг. Завершают наши пилоты. Две десятых между Сквадрой и Дженери Моторспорт. По-прежнему 1,4 секунды до Вячеслава Бенчука из Фризанты. И далее еще 4,4 до Василия Рожкова из ЦФТ. Пятерочка. Мы машины. Опережает здесь тройку Формула карт Краснодар. Ру, с которых в свою очередь их коллеги из Формулы карт Краснодар тоже опередили. Теперь Формула карт Краснодар получился почти на секунду хуже. Ну что ж, свои задачи решает команда Богатыри. Какие-то гоночные. И в первой паре без перемен. По-прежнему 0,2 секунды между ними. А вот Василий Рожков чуть-чуть начинает отставать. И уже 1,6 секунды до третьего места. Есть попытка атаки со стороны Александра Дудрева. Но такая, скорее психологическая, для того, чтобы обозначить. Я тут, я здесь. И, соответственно, чтобы не дремал. Не дремал у нас с вами Алексей Заболотний. Сквадры. Плюс то, что я вам говорю, это пока, естественно, чистый хронометраж. И непонятно, какие решения приняли судьи. По процедуре старта было подозрение, что кто-то из пилотов нервы у кого-то немножко не выдержали. И, соответственно, он чуть-чуть дернулся до того, как погасли красные огни. Принял. Ну вот, судя подтверждаю, что по процедуре старта серьезных замечаний не было. А это значит, что пока-пока все в порядке. Команда ЦФТ. Василий Рожков прорывается на третью позицию, опережая Вячеслава Бенчука. Ну что ж, ЦФТ Рейсинг. Тим были у нас сегодня вторыми в квалификации. Сейчас поднялись на третью строчку. И если в общем зачете они пока идут на четвертой позиции по супермарафонам. И, кстати, у них и там, и там четвертая позиция, то сейчас, сейчас они поднялись пока, во всяком случае, на третью строчку. Но две десяточки там между ними. И, соответственно, пока говорить об уверенном успехе очень и очень рано. Да, и видим сейчас, что за третью позицию опять может начаться сражение. Опекает Вячеслав Бенчук из Фризанты, своего коллегу и конкурента из команды ЦФТ Рейсинг Тим. Но активных атак не предпринимая. Берегут силы. И пока-пока ни одного пидстопа. А у нас с вами заканчивается первая двадцатиминутка. Пока ни одного пидстопа, естественно, еще и еще не было. Второе место было на первом этапе в квалификацию команды Сквадро. Но этап они выиграли. Пятое место было у Дженери Моторспорт. Они были вторыми в абсолютном зачете. Ну и Фризанты в квалификации были четвертыми. Закончили на третьей позиции. Если подводить вот такие итоги. Газпромбанк у нас был с вами сегодня в квалификации четвертым. И точно карт Краснодар, РУС, Петрос Осипов за рулем этого автомобиля. И Павел Палкин из «Богатырей» уступает лидеру уже 32,7 секунды после 17 первых кругов. Первых кругов супермарафона третьего этапа гоночного сезона 2014 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В полутора секундах позади первой двоечки. На пятой позиции Рейдж Рейсинг. Дэз Пистонс прорвались на шестую позицию после 20-го круга. Апекс Рейсинг на седьмой позиции. Газпромбанк по-прежнему восьмые. Формула карт девятая. Мы машины точка РФ уверена. Десятая. Формула карт Краснодар. Русь одиннадцатый. Богатыри на двенадцатый. И первый пидстоп от команды ФФ Рейсинг Тим. Вот так вот после 20 кругов у нас с вами первый пидстоп. И дополнительная интрига в нашем сегодняшнем третьем этапе супермарафона гоночного сезона 2014 года. Еще одна команда Формула карт Краснодар заезжает на пидстоп. И скатывается потихонечку по турнирной таблице. Я так понимаю, да, они уже на двенадцатой позиции. А Павел Палкин выводит богатырей на одиннадцатое место. Но в основном благодаря, благодаря, конечно же, пидстопам. Вадим Молинов, ФФ Рейсинг Тим, похоже, меняется сам на себя. А вот Формула карт Краснодар. Ярослав Ковалев будет пилотировать гоночный автомобиль со стартовым номером 2. При этом пока у них на один круг больше, чем у ФФ Рейсинг Тим. Но ФФ Рейсинг Тим сейчас уже выехали на трассу. А вот Формула карт Краснодар остается на пидстопе, чтобы отстоять положенное время. Достаточно уверенно Василий Рожков, ФФ Рейсинг Тим. А вот Вячеслав Бенчук очень комфортно чувствует себя на четвертом месте. В трех десятых секунды позади Василия Рожкова из ФФ Рейсинг Тим. Ну и опережая почти на шесть секунд Дмитрия Соловьева из Рейдж Рейсинг. Итак, все пидстопы завершены. Вернулись пилоты у нас на трассу. Три минуты 22.055 секунды потратила Формула Краснодар. В общем, суммарно на весь пидстоп. Очень неплохой результат. До трех с половиной минут доходили времена, но и не самый блестящий. По опыту прошлых, прошлых этапов супермарафона. И сейчас фактически только две команды. ФФ Рейсинг Тим. Вернули Молинов остался за рулем. Команда Формула Карт Краснодар, которая на трассе представляет. Ярослав Ковалев, стартовый номер два. Имеют в активе по одной квадре. И по-прежнему в двух десятых секунды позади висит, висит Александр Дударев. Причем особого труда, так глядя со стороны, у него это не вызывает. Василий Рожков, идущий на третьей позиции, пилот команды ЦФТ Рейсинг Тим, отстал уже на 2,4 секунды от Александра Дударева, идущего на второй позиции. И в свою очередь выигрывает 4 десятых у Вячеслава Бенчука из команды Фризанта, идущего на четвертой позиции. Напомню, Фризанта в зачете, в международном зачете марафонов, уверенно лидирует на 1200 очков, опережая команду Сквадра. Но 1200 очков это чуть больше, чем одна победа. Правда, при условии, что другая команда ни одного очка не набирает. А это почти нереально. Тем более для такой команды, как команда, идущая пока на четвертой позиции. Кстати, для команды Фризанта, во всяком случае, оба предыдущих этапа, приоритетным были как раз эти Читпака на четвертой позиции. Кстати, для команды Фризанта, во всяком случае, оба предыдущих этапа, приоритетным были как раз эти четырехчасовые... Но у нас с вами... Те, кто смотрит нас в интернете, видят, что вот Алексей Заболотний, похоже, начинает проявлять. Посмотрим, что будет по времени на кинише 26-го круга. Такое впечатление, что уже тяжелее становится держаться. Нет. Более того, даже чуть-чуть отдается отыграть. На этом круге, и вот здесь, в хвосте гоночного пилотона, напряженнейшая борьба. Самые быстрые секунды принадлежат Алексею Заболотневу. Показал он их на пятом круге. Напомню, на 27-м круге находятся сейчас у нас пилоты. И, соответственно, не форсирует события основная часть гонки впереди. Есть первые полчаса, и Сквадра, Дженери, ЦФТ, Фризанте, Рэйдж Рейсинг замыкает пятерку, Дэз Пистон, шестый, Газпромбанк поднялись на седьмую позицию, Апекс, МыМашины.ру, Формула, Карт, Краснодар, Рус, Богатыри, FF Racing Team, И Формула, Карт, Краснодар замыкает гоночный пилотон. Но у последних двух команд, FF Racing Team, напомню, И Формула, Карт, Краснодар в активе уже по одному пидстопу. Карт, Краснодар, Карт, Краснодар, Рус. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok чуть-чуть сократилась расстояние словно услышал меня вячеслав бенчук из призанта ну и хотя до окончания первых четырех часов еще достаточно достаточно далеко вячеслав бенчук ускорился и 1 0 9 267 тысячных секунды при этом лидеры алексей заболотные сквадры и александр дударев изженер моторспорт 1 090 93 и 1 090 64 тысячных секунды на две десятки практически быстрее чем вячеслав бенчук но тот свою очередь выиграл 23 сотых секунды те кто смотрит нас в интернете сейчас видят полный состав команд ну и нам показывает формула карт краснодар которую сейчас на трассе сейчас на трассе представляет а смазал прежнему андрей голиков десяточку выигрывает он практически у олега фридемана но между ними между ними почему-то образовался прозевал я этот момент когда удалось оторваться олегу фридемана и вот сейчас по чуть-чуть форсирует 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 газпромовский пилот пытаясь сократить отставание 40 минут позади ff racing team вадим мольный фамино сейчас на трассе кроме него еще александр пилюгаев александр иванов олег тодова и игорь шишкин пять человек в этой команде пять пилотов будут представлять свою команду на третьем этапе супер марафона и в команде apix rack олег фридеман именно сейчас за рулем евгений сорокин михаил кранков артем емельянов и дмитрий плотки еще ждут свою очередь пилотировать каждый из пилотов обязательно выйдет у нас с вами на старт ну и порядка двух часов где-то максимальная заправка именно по топливу определяется возможность возможность нахождение на трассе эдуард сафаров дмитрий василенко андрей смирнов и андрей голиков андрей голиков сейчас представляет газпромбанк 4 пилота у них на этом этапе и пока андрей голиков пытается дотянуться но десяточку уступает он олегу фридеману и по-прежнему две с половиной секунды между ними и седьмым местом на котором находится апекс рс cft racing team станислав бурмистров антон тамаров василий рожков и опытнейший юрий григоренко в составе команды cft racing team идущий сейчас на третьем месте благодаря усилиям василия рожкова cft racing team показали второе время в квалификации потом откатились на четвертое место но вот сейчас василий рожков прорвался на второе дмитрий соловьев михаил розов иван русев и дмитрий карамышев состав команды race racing и сейчас на трассе эту команду идущую на пятом месте представляет дмитрий соловьев формула карт краснодар рус на педстопе и соответственно сейчас начнут они откатываться вот павел палкин представляющий команду богатыри сейчас поднимется на десятую позицию кроме него в богатырях еще алексей лебедев антон зотов и денис грудинов пока пока они поднимаются на десятую позицию но в активе богатырей пока ни одного педстопа и еще нет не очень удачный круг получился у павла палкина 1 11 и 1 10 лучший его круг 1 0 9 772 но вот этот круг пока не очень получился дэв пистон с команда которая дебютирует смертельные поршни даниил кукарин иван гонки рев павел резябкин и валерий петровский стартовый номер 14 и павел резябкин ведет свою команду на 6 позиции десятые были они в квалификации но удалось удалось павел резябкину прорваться аж до 6 место и достаточно уверенно они себя там чувствуют опережая на 5,2 секунды олега фридемана и запек с рейсинга идущего на седьмой позиции тридцать девятый круг сейчас будут завершать лидеры нашего заезда и совсем плотно подобрался александр дударев к алексею заболотнему но пока не атакует заканчивается первое игорь васильев меняет петроса осипова в команде формула в команде формула каркас на сменил кого не карт краснодар ну и формула карт краснодар русь игорь васильев стартовый номер три а у нас дуэль лидеров алексей заболотни и сквадры по-прежнему впереди на до 1 10 129 тысячных сейчас между ним и александром дударевым накатился накатился александр дударев и такое впечатление что готов и может обгонять но пока пока этого не делает и и первая 45 минутка завершается в следующем порядке в одном круге пока у нас с вами десять пилотов только и это команды сквадра дженера метаспорт фризанта тисинг дэс пистонс апекс рс газпром банк мы машины . рф и команда богатыри которую на трассе представляет павел палкин ему еще предстоит завершить свой тридцать девятый круг точно так же как и александру богданова бодакову прошу прощения александру бодакову из мы машины . рф идущему на девятой позиции вот он сейчас это успешно сделал 1 10 639 для сравнения время лидеров которые завершают свой сороковой круг их время 1 0 9 264 а алексей заболот него на десяточку был быстрее чем александр дударев теперь двести сорок шесть тысячных секунды между ними и александр дударев решил видимо пока события не форсировать у трех команд напомню по одному пистопу ф ф рейсинг тим вадим мольнов который поменялся сам на себя ярослав ковалев представляет формулу карт краснодар и формулу карт краснодар рус теперь представляет игорь васильев стартовый номер 3 у него и сменил он ось петроса осипова стартовавшего ну и соответственно в квалификации показавшего 12 время мы машины . и заезжают на петла и на это значит что богатырей павел палкин сейчас поднимется еще на одну позицию вверх если сам не нет не едет он на пистоп и вот он уже девятый одна десять восемьсот сорок пять ну что ж на три десятых быстрее чем предыдущий круг очень неплохо неплохо для богатырей ну и самые быстрые секунды после сорок первого круга были на самом деле у александра дударева 1 0 9 124 и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok борьба кипит по-прежнему на трассе картодрома маяк первого нашего профессионального российского картодрома который вступил в свое второе десятилетие 48 кругов прошла первая четверка чуть больше шести секунд от первого до четвертого места при этом две десятых между ты местом и столько же между первым и вторым кипит дуэль на трассе вот в этих двух парах цфт на сорок восьмом круге опережает команду фризанта василий рожков выбился таки вперед и сейчас вячеслав бенчук из фризанты откатился на четвертую позицию пока без изменений но между ними меньше двух десятых и вполне возможно атака со стороны фризанта точно так же как и две десятых между дженери мотор спорт и алексеем заболотным из квадры третий этап супермарафона первый час первый час гонки у нас с вами завершается 50 кругов удастся пройти пилотом а это значит что если так все будет продолжаться нас ждет с вами более чем 500 круговой 500 круговой марафон очень по-разному складывались условия гонки и второй этап который прошел в холодную погоду при постоянном дожде всего 503 круга прошли у нас лидеры 499 кругов прошли дженери мотор спорта cft racing team которые были третьи и четвертые но и по-прежнему плотные дуэли которые чуть-чуть вроде бы стабилизировались есть 50 кругов теперь уже у первой пятерки дмитрий соловьев рейдж рейсинг по-прежнему уверенно уверенно 5 но проигрывает проигрывает 17 секунд вячеславу бенчику из фризанта который сейчас откатился на четвертую позицию но откатился это исходя из той борьбы который идет у него с василием рожковым из cft racing team пятыми были фризанта в квалификации так что одну-то позицию он выиграл но вот дальше пока подняться не удается более того очень быстро сейчас александр дударев 1 вернее был бы с вдущем круге 1 090 76 была 886 и сразу подтягивается алексей заболотни у которого 1 0 9 289 какую стратегию выберут наши пилоты андрей голиков идущий на восьмой позиции пилот команды газпром панка в одном круге с лидерами проигрывает им уже 41 849 тысячных секунды ну и далее павел палкин из богатырей который у нас уже дважды круговой хотя богатыри богатыри у нас нет один раз он круговой полтора круга проигрывает он лидером хотя богатыри на пидстопе еще не побывали на пятьдесят третьем круге находится четыре команды вот такой сейчас павел палкин завершил свой пятьдесят первый круг 1 11 006 очень стабильно но все-таки медленнее чем его самый быстрый круг вячеслав бенчук выигрывает десятку на пятьдесят втором круге ну что ж и у нас миновал первый час и одна минута второго часа 12 часового супермарафона дженери моторспорт победитель квалификации лидирует причем достаточно уверенно еще одна десятка практически выиграна александр дудри в дженери моторспорт блестяще в девютной части супермарафона четыре десятых секунды его преимущество над алексеем заболотнем из сквадры стартовый номер 4 у сквадра идут позиции сквадра уверенно лидирующая у нас с вами в зачете супермарафона 40 очков 6 очков выигрывает они у фризанты а вот дженери моторспорт который сейчас лидирует тоже имеет тридцать четыре очка и соответственно очень принципиально и очень принципиально и для них вот это вот сражение сейчас сейчас из квадра третье место пока пока у cft racing team василий рожков отбивается постоянно отбивается от атак вячеслава бенчука 77 тысячных секунды удалось на пятьдесят третьем круге вячеславу играть но по-прежнему двести пятьдесят четыре тысячных секунды между ними пятая позиция рейдж рейсинг по итогам первого часа на шестой позиции павел резяпкин поршни des pistons тоже пить 8 и 8 с копейками ну и андрей голиков из газпромбанка с точностью до тысячных повторил повторил правда в трех секундах повторил круг олега фридмана одна десять ноль шестьдесят одна пятьдесят четвертый группу apix rs и ровно столько же газпромбанк вот это аптека что называется но ждем павла палкина потому что на пятьдесят шестой круг улетели александр дударев 1 0 9 342 тысячных секунды и алексей заболотней из квадры 1 0 9 423 тысячных секунды пока ни одна команда больше на пить стоп не заезжает и заканчивается первая пятиминутка первые пятиминутка второго часа из 12 часового супер марафона гоночного сезона 2014 года вы знаете что у нас в зачете супер марафонов есть еще отдельный банковский зачет ну и на победителя была команда дженери мотор спортс вторыми был мост облбанк который к сожалению на этом этапе нет и 3 3 позиция была у газпромбанка а вот на втором этапе команда фризанта вырвалась в лидеры на втором месте была команда дженери а вот третье место в банковском зачете заняла команда мы машины . и . рф сейчас в абсолюте идут на 12 позиции но у них в активе уже один пить стоп точно так же как у команды ff racing team формула карт краснодар и формула карт краснодар рус пока на 13 месте замыкающая турнирную таблицу и . 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok тоже очень быстрый пилот пока идет на второй позиции практически в одном темпе с александром дударевым и почти три десятых секунды между ними еще одна парочка василий рожков вячеслав бенчук этот круг заканчивается с перевесом в десятую в пользу вячеслава бенчука все равно три десятых секунды чуть меньше между ними и вот такие позиционные дуэли несмотря на то что позади уже один час и чуть больше 15 минут 12 часового марафона вот эта инициатива которая родилась из двух гоночных дисциплин если можно так сказать картинговых есть попытка атаки алексей заболот него ищет он брешь в обороне александра дударева и так обозначает себя чуть-чуть на другой траектории 67 круг сейчас будут завершать пилоты интересно будет здесь попытка атаки или пока пока решил не форсировать события алексей заболот не такое впечатление что он чуть быстрее но по хронометражу на 7 тысячных секунды хотя видно что вот этот круг получился у него достаточно достаточно уверенно было видно но и рожков бенчук и еще пять сотых секунды где-то отыграно ближе пока подтянуться не удается да и атаки пока нет 2 2 час из 12 часового марафона идет у нас на гоночной трассе дударев заболот не рожков бенчук соловьев резябкин фридом анголиков мамолинов годецкий николай годецкий сейчас представляет командовую машина . рф идет он на 10 позиции 63 круга пока в активе у этой команды и минута 10 352 очень неплохое время для вот этой части пилотов гоночного пилотона далее игорь васильев формула карт краснодар 11 генис грудинова богатыри 1 11 7 ровно на секунду медленнее чем игорь васильев и 1 10 724 на секунду быстрее и юрий ефремов формула карт краснодар 13 позиция июня Субтитры создавал DimaTorzok Такое впечатление, что Вячеслав Бенчук из Фризанта зацепился за Василия Рожкова И, как говорят пилоты, греет его по всей дистанции Подтягиваясь все время на несколько сотых и тысячных долей секунды Не отпуская на 2, а то и 3 десятых, как это сделал Алексей Заболотний с Александром Дударевым Из Дженери Моторспорт А между тем пролетела еще и первая Первая двадцатиминутка второго часа Дженери Моторспорт, Сквадра, ЦФТ Рейсинг Тим, Фризанта Пятерку замыкает Рейдж Рейсинг, но в 32 секундах позади Дженери Моторспорт Далее Дес Пистонс на шестой позиции Апекс РС на седьмой И по-прежнему Газпромбанк на восьмой позиции Четыре десятых было выиграно на шестом круге И, кстати, две десятых всего между ними было в зачете Будет ли атака сейчас в этой двойке Мы узнаем чуть позже Они еще в семидесятом круге находятся Ну и дальше Вадим Молинов из ФФ Рейсинг Тим У него 67 кругов в активе Но в активе у этой команды есть один пидстоп В отличие от Газпромбанк Который замыкает пока турнирную таблицу команд У которых ни одного пидстопа еще не было Вячеслав Бенчук отбирает одну десятую И опять две десятых интервал От Фризанта до Рейс 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это CFT Racing Team, идущий пока на третьей позиции, которых преследует Фризанто. Продолжение следует... 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 И ждем теперь СФТ Рейсингтим. Василий Рожков и Фризанте. Фризанте Вячеслав Бенчук. Четыре десятых секунды практически между ними. Такие стабилизированные отрывы. Про атаку, если не будет явно ошибки, говорить в этой паре не приходится. Ну и Эдуард Сарафанов потихонечку набирает скорость. А Олег Фридеман и Эдуард Сарафанов, кстати, сейчас будут завершать свой сотый круг. Причем они уложатся, они уложатся тоже вот в эти два часа. Успеют, у нас остается еще больше одной минуты, а они находятся на сотом круге. Что ж, очень приятно, что высочайший темп. И несмотря на то, что уже два часа гонки позади, у нас всего два круга. Два круга внутри вот этой лидирующей группы. Причем два круга-то с учетом пидстопов еще. Так что, да, чуть меньше двух кругов оторвались. Есть сто кругов у Апекс РС и есть сто кругов у Газпромбанка. Все быстрее и быстрее Эдуард Сарафанов. Но очередные, к сожалению, две десяточки почти проиграны. И две с половиной секунды от седьмого до восьмого места. Юрий Ефремов сейчас за рулем. Формула-карт Краснодар. Девятая позиция. И Игорь Шишкин. ФФ Рейсинг Тим замыкает первую десятку на девяносто восьмом. Теперь уже на девяносто девятом круге. В двух секундах позади. Формула-карт Краснодар. ФФ Рейсинг Тим. Богатыри. Мы машины.РФ. И Формула-карт Краснодар.РУС. На тринадцатой позиции. Начинается третий, третий час. Третьего этапа супермарафона. Соди Вилл Сириез Раша гоночного сезона 2014 года.